У вас миллионы, нас всего двое. Николай Растворцев, Александр Емельянов, но мы к диалогу готовы. Это полезная консультация в прямом эфире телеканала Санкт-Петербург. Да, и сегодня на ваши и наши вопросы отвечает наш гость, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Евгений Гурмизов. Евгений, доброе утро. Доброе. Давайте сразу обозначим тему. Сегодня поговорим про катаракту. И вообще, наверное, вы, уважаемые друзья, по телефону 635-85-72 можете дозвониться до нас и задать вопрос как по катаракте, так и, может быть, по остальным каким-то проблемам, вопросам. Я думаю, что наш эксперт явно сможет вам помочь профессиональным ответом. Есть возможность написать нам польза.собака.топспб.тв. Таков адрес программы. Ну, а мы начинаем. Да, мы начинаем. И уже спасибо нашим коллегам, что они анонсировали нашего гостя. И уже стали приходить сразу вопросы. Поэтому, наверное, Евгений, да, перейдем мы сразу к ним. Ирина Васильева пишет. Доброе утро. У моей свекрови катаракта. Но оперировать ее она боится. Надеется вылечиться народными средствами. Сама делает капли из лука и меда, капает их в глаза. Считает, что народные средства, в отличие от операций, безвредны. И даже если не помогут, то хотя бы не навредят. Скажите, действительно ли операция по удалению катаракты чревата серьезными осложнениями? Ну, на самом деле, я хочу сказать относительно народных средств. В первую очередь, катаракта — это помутнение хрусталика. Хрусталик состоит из белка. Как вам известно, денатурация белка — это необратимый процесс. Поэтому если процесс катарактогенеза, то есть образование катаракты начался, то вероятность того, что его можно вернуть вспять, равна нулю. Это биологически недопустимый процесс, невыполнимый, точнее. И капли, которые существуют, они больше всего имеют, скажем так, психологический момент. И недаром их такое большое количество. Потому если бы был действительно эффективный препарат, об этом бы уже все знали, использовали только его. Но что касается... Вообще, насколько вот это сочетание меда и лука, может быть, это даже вредно в глаза капать? Да, совершенно верно. Дело в том, что можно попросту нарваться на банальную аллергию. И это приведет к тому, что разовьется инфекционный процесс, который крайне нежелательен. Поэтому, если вам доктор назначает капли, то их, конечно, лучше использовать в стандартном приготовлении. Потому что в домашних каплях может быть и, как я уже сказал, бактерии, которые приведут к нежелательным последствиям. А что касается второй части вопроса об операциях и осложнениях, ну, это достаточно глобальный вопрос, и сразу его так не ответишь. Но я хочу сказать, что сейчас медицина, в частности, офтальмохирургия, она совершила гулливерский скачок. То есть сейчас операции делаются методом прокола. Никакие швы не накладываются. И сама операция длится 10 минут. И чем раньше сделана операция, тем вероятность развития каких-либо осложнений является гипотетической. Евгения, скажите, вот проще говоря, что чувствует человек при появлении катаракты, да, если было зрение хорошее, что он ощущает и что, ну, выражаясь простым языком, что с глазом происходит? Какие первые симптомы? Симптомы, да. Ну, начнем с того, что в большинстве своем катаракта – это возрастной процесс. То есть она развивается в среднем от 50 и выше. Если мы не говорим, конечно, о тех случаях, когда катаракта развивается в результате каких-либо общих заболеваний, в частности диабеты, поражения, скажем, эндокринной системы различного характера. В первую очередь человек замечает, что зрение стало размытым. То есть вот такое эффективное сравнение, в основном его говорят мужчины, как будто на лобовом стекле автомобиля не работают щетки. То есть контрастность теряется, теряется восприятие цветовых, цветоощущения. То есть красный свет уже не кажется таким красным. Расплываются изображения. То есть вот это признаки начального помутнения хрусталика. И когда возникают первые вот такие симптомы, уже можно сказать, что это катаракт развивается? Либо все-таки есть какой-то период развития именно этого заболевания? Ну, в большинстве своем, конечно же, чтобы поставить окончательный диагноз, нужно пройти диагностику у специалиста. Потому что, чтобы увидеть катаракту, нужно, во-первых, специальные приборы для визуализации ее. И необходимо расширить зрачок. Потому что катаракта может быть периферичной. И долгое время пациенты, скажем, не понимают, то вот в солнечную погоду у них все хорошо. А когда наступает сумеречная погода, то, соответственно, у них возникает дискомфорт. Поэтому, если появляются признаки изменения характера зрения, в любом случае, конечно, нужно проконсультироваться у специалиста. Евгений, вот есть информация, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире катарактой страдает около 50 миллионов человек, в основном в возрасте после 60 лет. В 70-80 лет катаракта наличествует примерно у 300 мужчин и 500 женщин на тысячу человек. А после 80 лет практически у каждого. Вот в связи с этим вопрос. Единственный, не единственный ли фактор старения, и, возможно, наши телезрители тоже интересуют, может ли быть катаракта, скажем, у детей или у молодых людей? Да, совершенно верно. Тут надо разделять причины развития катаракты. Если мы говорим о возрастной катаракте, то вот ту статистику, которую вы сейчас рассказали, она связана именно с этим. То есть процессы старения возникают во всем организме, и это естественный процесс. То есть катаракту не минует никто. То есть этого не избежит? Да, абсолютно. После 80 лет в 100% случаях развивается катаракта. То есть люди могут обходиться без очков, если, скажем, она периферическая, то есть не мешает прохождению света на глазное дно. Поэтому после 80 лет, еще раз, это участь неминуема. А если мы говорим о так называемых вторичных катарактах, они могут развиваться и в детском возрасте, и врожденные бывают катаракты, которые в результате дизэмбриогенеза развиваются. Они бывают травматического рода, то есть при травмах. Они бывают при воспалительных процессах, при диабете. То есть, в принципе... А я вот слышала о при авитаминозе. При авитаминозе тоже может развиваться, так как в процессе жизнедеятельности хрусталик постоянно растет. И вот процесс образования новых белков для хрусталика может нарушаться, и их структурируемость приводит к тому, что развивается помутнение хрусталика. А любое помутнение — это и есть катаракт. Ну, хочу напомнить нашим зрителям. Вы можете задавать свои вопросы по электронному адресу польза. Собака.топ.спб.тв. И вот нам пришел вопрос от Насти Тимофеевой. Слышала, что дурная наследственность может сыграть негативную роль при развитии катаракты. Это действительно так? То есть, если у бабушки катаракты, это заболевание обязательно будет и у внука? Ну, 80 лет обязательно. Если внук доживет. Такой позитивный прогноз. Еще раз хочу сказать, что если это обычная катаракта, то процесс ее образования с генетикой не связан. Если это какое-то эндогринное заболевание, либо очень часто это бывает при врожденных катарактах, скажем, синдром Дауна, то понятно, что это коррелирует с генетикой, и, конечно, вероятность этого развития есть. 635-85-72, телефон прямого эфира телеканала Санкт-Петербург. Мы призываем вас, уважаемые друзья, звоните, задавайте ваши вопросы. Но у меня есть вопрос дилетанта такой. Может ли катаракта появиться только на одном глазу? Или это обязательно появляется параллельно сразу на двух? Травматическое может на одном. То есть удар в глаз и развивается катаракта. Но, как правило, если мы говорим о системном процессе, то манифестация, то есть начало заболевания, начинается с одного глаза и потом присоединяется к другой. То есть если появляется катаракта в одном глазу, мы ожидаем появления его в другом. К нам продолжают поступать вопросы на нашу электронную почту. Вот Катарина спрашивает. Мой дедушка жалуется на мельтешение перед глазами. Говорит, что постоянно видит какие-то полоски, пятна, штрихи. Может ли это быть признаком начинающейся катаракты? Потому что вы говорили, что это помутнение. Может быть, это признак какого-то другого заболевания? Ну, совершенно верно. То есть здесь больше жалобы подходят на так называемую деструкцию стекловидного тела. То есть глаз заполнен определенным гелеобразным веществом. И с возрастом это гелеобразное вещество вызывает структурируемость. И человек видит, соответственно, мушки, которые при движении глаз плавают. То есть вот это тоже такой диагностический признак. Если при движении глаз мушки плавают, то это деструкция стекловидного тела. Если они фиксированы, то есть без движения, то это может быть проявлением катаракты. А что можно тогда посоветовать Катарине и дедушке? Обратиться к специалисту. 635-85-72. Шанс обратиться к специалисту напрямую есть у вас, уважаемые телезрители. И у нас уже есть звонки. Доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Меня зовут Тамара Петровна. Тамара Петровна, доброе утро. Очень приятно. Задавайте ваш вопрос. У меня назначена операция на апрель месяц катаракты. У меня уже много лет, уже 70 с лишним. Значит, я хочу задать такой вопрос. У меня когда-то была обнаружена киста 4 года тому назад на мужичке. На мужичке. Ну, она маленькая, сказали. Но я не проверялась больше. Можно ли мне делать операцию? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Тамара Петровна. Ну, я хочу сказать, что операция по поводу катаракты является плановой. И поэтому перед тем, как пройти эту операцию, пациент проходит обследование. И, как правило, киста мозжечка, если она не прогрессирует, если она ведет себя бессимптомно, то это не является противопоказанием к хирургическому лечению. Но в любом случае, если вы давно не обращались к специалисту по поводу данного образования, то лучше это сделать, конечно. Я знаю, что у нас еще есть один звонок. 635-8572. Здравствуйте. Вы уже в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У моего мужа 3 года тому назад была операция. Меняли хрусталики на двух глазах. А сейчас вот у него пелена, ну, мешает пелена, плохо стал видеть. Ваш вопрос, Евгений, почему это произошло? Ну, скорее всего, да. Почему это произошло? Как вас зовут? Представьте, пожалуйста, вы не представились. Наталья Ивановна, Санкт-Петербург. Наталья Ивановна, спасибо большое. Наталья Ивановна, ну, здесь ситуация какая, может быть? Дело в том, что при операции удаления катаракты собственный хрусталик удаляется не полностью. Там остается так называемый капсулярный мешок, куда в последующем имплантируется интраокулярная линза или искусственный хрусталик. И вот этот мешочек со временем может фиброзироваться, в результате чего развивается так называемая вторичная катаракта. Но она достаточно легко оперируется при помощи лазера, то есть амбулаторно, без каких-либо анализов это все делается. То есть нужно обратиться к специалисту, он проведет диагностику и, скорее всего, установит причину развития снижения зрения после операции. В большинстве своем это связано с развитием вторичной катаракты. В некоторых случаях это может быть проблема сетчатки и зрительного нерва, тогда уже нужно решать по-другому. 635-85-72. Призываем всех звонить и задавать ваши вопросы. Наши консультации абсолютно бесплатно. Доброе утро, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Давайте знакомиться. Здравствуйте, алло. Вы слышите нас? Уже не дождались? Здесь, ну, я напоминаю, можно не только нам звонить. 635-85. Можно писать. Можно писать. Польза. Собака. Топ. СПБ. Точка. ТВ. И вот пришел вопрос от Галины. Читала, что искусственные хрусталики могут очень отличаться по цене. Скажите, в чем разница? Есть ли смысл платить больше? Ведь это, наверное, как с очками. Кому-то хочется модные, а кого-то устраивает попроще. Бывают ли модные хрусталики? Есть и модные, и красивые хрусталики. Да, совершенно верно. Есть хрусталики премиум класса. То есть это хрусталики, которые позволяют, например, обходиться без очков. У них второе название мультифокальные. То есть имплантируется такой хрусталик, и пациент в повседневной жизни не использует очки. Это самые дорогие хрусталики? Это не самые дорогие хрусталики. Есть еще со стразами, наверное. Нет, со стразами нет, но вот если мультифокальные торические хрусталики, это относится к топовым хрусталикам. Дело в том, что у человека в природе может быть астигматизм. И если этот астигматизм не превышает 0,75, диаптрий, он считается физиологическим. Но в некоторых случаях, в 30%, а именно процентах случаев, астигматизм превышает эти значения, и тогда он мешает качеству зрения. Вы, наверное, слышали о понятии сложных очках. Вот это очки, которые частично корригируют этот астигматизм. И после того, как мы удаляем катаракту, у нас имеется возможность корректировать не только саму катаракту, но и те амитропии, то есть нарушения рефракции, которые были у человека всю жизнь. И мы можем предложить ему торические хрусталики, которые исправляют астигматизм, и тогда необходимость коррекции его очками уже отпадает. То есть хрусталиков много, и они индивидуальны. Не всем можно предложить дорогой хрусталик, даже если человек это хочет. Даже если есть возможность. Да, поэтому здесь нужно исходить по показаниям. Вся медицина строится на показаниях, и основная цель наша не навредить. Спасибо. Хорошее очень правило. Главное, чтобы медики его всегда помнили. 635-85-72, телефон прямого эфира. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Леонид Витальевич. Доброе утро, Леонид Витальевич. Здравствуйте. Ваш вопрос. Ваш вопрос Евгению. Пожалуйста, задавайте. Мне 68 лет. Как только я выхожу на улицу, у меня начинают слезиться глаза. Слезы льются ручьем. 10 минут, и носовой платок мокрый. В чем это связано? Это зимой, когда есть ветер. Спасибо большое. Спасибо. Евгений. Да, спасибо за вопрос, Леонид Витальевич. Эта ситуация, она в массе своем встречается достаточно часто, и связана с тем, что с возрастом слезная пленка, она постепенно изменяет свою стабильность. И если в норме слезная пленка не разрывается в течение 20 секунд, то у людей старше 50 лет это нарушается. И глаз рефлекторно начинает выделять еще больше слезы для того, чтобы компенсировать ту зону разрыва, которая может привести к повреждению роговицы. Этому есть название данное из заболевания. Это называется синдром сухого глаза. Несмотря на то, что глаз плачет, и плачет много, тем не менее идет нестабильность пленки, и развивается этот синдром. Здесь необходимо назначение специальных препаратов, стабилизирующих слезную пленку. Их тоже очень много, и правильно их подобрать поможет специалист. То есть помочь вам можно, единственное, что нужно – обследоваться. Спасибо большое, Евгений. Я надеюсь, что наш зритель Леонид Витальевич понял, что ему теперь нужно делать. Напоминаем, можете нам звонить 635-8572, либо писать на электронную почту польза. Собака.топспб.тв Ну вот у нас еще пришло письмо Дмитрий Васильев. Пишет, мне 28 лет, у меня врожденная катаракта. Только на левом глазу, и всю жизнь мне твердили, что если сделать операцию, вероятность, что это поможет, очень мала. Последний раз на обследовании был около 7 лет назад. За это время в медицине что-то изменилось? Что скажете Дмитрию? Да, в медицине, Дмитрий, изменилось многое, особенно в офтальмологии. Но здесь нужно понимать причины развития данного заболевания. То есть вы не видите с детства. И сетчатка, которая должна нести активность с детства, у вас находится в так называемой депривации. То есть она не работает. Ну аналог, если вот вашу, или скажем, чью-то руку замотать в гипс и не пользоваться ей 10 лет, то мышцы атрофируются. Поэтому катаракту детскую нужно оперировать в детском возрасте. Если сейчас мы технически поменяем ваш мутный хрусталик на искусственный, зрение может сильно не прибавиться. В силу того, что ваш глаз попросту не сможет различать световые импульсы. Поэтому здесь предварительно нужно провести электрофизиологические исследования. И если они покажут, что ваша сетчатка способна видеть, то тогда имеет смысл делать операцию. Если они покажут, что эффект будет незначительный, то, соответственно, здесь нужно принимать решения уже более взвешенные. 635-85-72, телефон прямого эфира. До рекламы успеем принять один звоночек. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро. Здравствуйте, алло, говорите. Доброе утро. Вас зовут? Меня зовут Светлана Николаевна. Мне 75 лет. У меня такой вопрос. Очень продолжительное время. Я пользовалась очками плюс 3 и 3,5. Я бы их постоянно носила. Читала я плюс 4,5. Вот, наверное, полтора года. У меня изменилось зрение. Мне не нужны никакие очки. Я прекрасно вижу вдаль, но читаю плюс 3. Чем это вызвано? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Светлана Николаевна, за вопрос. Я объясню, с чем это связано. Дело в том, что с возрастом мы действительно приобретаем плюсовое зрение. И положено природой, чтобы мы добавили к 70 годам 3 диаптрии. То есть, если вдаль вы использовали очки плюс 1, соответственно, вблизи будете использовать плюс 4. Но когда идет обратный процесс, так называемой миопизации, то есть вы теряете плюс, это говорит о том, что ваш хрусталик изменяет форму. Как правило, это связано с начальной катарактой. То есть, вероятнее всего, у вас идет процесс катарактогенеза, идет начальная катаракта. В результате этого вы и вдаль видите более-менее хорошо, но очки для близи, которые были раньше плюс 4,5, вам уже не подходят. Они меньше. Я вам рекомендую обратиться к специалисту, чтобы он внимательно посмотрел состояние вашего хрусталика. Спасибо большое, Евгений. Мы прерываемся ненадолго на рекламу. И после этого сразу обязательно вернемся к разговору о катаракте, либо еще о каких-то проблемах, которые связаны с глазами. Полезная консультация в студии Николая Растворцев, Александра Емельянова. Сегодня у нас в гостях Евгений Гурмизов, офтальмохирург, кандидат медицинских наук. Обсуждаем катаракту. У нас очень много звонков. Видимо, да, оказалось, это болезненная тема, очень актуальная. И мы знаем, что у нас есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина. Очень приятно. Я 53 года. Дело в том, что, вот, особенно сейчас зимой, я это более ясно вижу. Когда я выхожу на улицу, у меня в правом глазу особенно, появляется какая-то, значит, такая паутинка. Или дымка, как правильнее сказать. Ощущение такое, знаете, там как будто вот соринка. В левом глазу чуть поменьше. Вот хотела бы знать, это насколько опасно, и, как говорится, пора ли бежать к врачу. Марин, уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, так беспокоит помутнение или ощущение дискомфорта в глазу? То есть болевое ощущение? Именно дискомфорта. А, болевое ощущение. Дискомфорта. В плане того, что я начинаю смотреть, скажем, на сне, на белую поверхность, это более ясно видно. Я вас понял. Ну, смотрите, какая ситуация. То есть мы в начале программы уже говорили о таком заболевании, как деструкция стекловидного тела. То есть она особенно проявляется, когда человек смотрит на белый фон, на ясное небо. И это помутнение плавает, оно может плавать в сторону движения глаза, может плавать в обратную, то есть в противоположную сторону движения. Как правило, это деструкция. Но для того, чтобы точно понять, что эта деструкция никак не связана с сетчаткой и не может привести к повреждению, тут нужно обязательно обследоваться, посмотреть глазное дно. А вот ощущение дискомфорта в глазу на улице, оно тоже может быть связано вот с тем синдромом, который мы уже описывали, синдром сухого глаза. Здесь я думаю, что вам необходимо показаться специалисту, потому что часть заболеваний может иметь одни жалобы, одинаковые симптомы. И чтобы не пропустить более серьезное заболевание, вам требуется осмотр специалиста. Спасибо. А у нас есть еще звонки. 635-85-72. Доброе утро. Как вас зовут? Вы в прямом эфире. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, прямой эфир в вашем распоряжении. Задавайте ваш вопрос. Я проработала больше 50 лет стоматологом. И лет 25 тому назад поставили мне катаракту. И я ходила, проверялась, но, в общем, все было нормально. Сказали, что она в таком же состоянии, но вдруг у меня поднялось давление в глазах, и мне поставили глоукому. Сейчас я ходила в институт в глазной, и меня стали лечить от глоукомы. У меня такой вопрос. У меня временами поднимается давление, особенно в правом глазе, а в левом лучше. То наоборот. Скажите, пожалуйста, назначали и сейчас постоянно капаю. Но один доктор мне сказал, что все было хорошо, когда я капала утром в 8 и вечером в 6. Но другой, в общем, я лежала в больнице, там, неважно, доктор сказал, нет, так нельзя, вот надо капать вечером только в 8 часов. Я стала так капать, и у меня стало ухудшение, то есть у меня давление стало повышаться. И я пошла снова к врачу. Другой доктор мне сказал, это нельзя делать. Но самое ужасное то, что в институте в глазном сказали, что капать можно в любое время. Что вы на самом деле? Я 15 лет работаю врачом, занимаюсь этим. Так вы ответьте мне единственно один вопрос. Должна ли я капать утром в 8, а вечером в 6? То есть по расписанию. Вот такой вот вопрос. У каждого врача свое расписание получается. На самом деле, Дмила Ивановна затронула очень большой пласт проблемы. В первую очередь она сказала, что развелась катаракта, но не рекомендовали оперировать. А я уже говорил, что хрусталик растет в течение всей жизни. И бывает так, и достаточно нередко, что увеличенный объем хрусталика затрагивает пути оттока внутриглазной жидкости. То есть он приводит к тому, что может развиться так называемая факогенная глоукома. То есть связанная с катарактой. И поэтому еще большая ремарка к тому, что все нужно делать вовремя. Если поставлен диагноз катаракта, то его не нужно ждать, когда катаракта созреет. То есть это не груша. Но ведь диагноз был поставлен четверть века назад. Может быть тогда действительно сказали, что не надо ничего делать. Может быть, но сейчас тенденция такова, что не ждем, а оперируем. Потому что это может привести к таким последствиям, как к подъему давления. Теперь относительно капель при глоукоме. Здесь нужно четко соблюдать время закапывания. Причем есть капли, которые нужно закапливать только вечером. И есть капли, которые нужно закапывать только утром. И между инстилляцией препаратов должно соответствовать определенный промежуток времени. Поэтому нужно выработать четкую программу по закапыванию препарата. Исследовать ей. Время закапывания очень важно. Поэтому надо капать по времени. А какого врача слушать? Видите, она сказала, что один говорит 8 в 6. Второй сказал, какая глупость не в 6, а в 8. Третий медик сказал, что, господи, что вы с вашим расписанием приставили? Капайте, когда хотите. Я вас понял. Значит, первое. Нужно капать по времени. И второе. Каждый препарат капается по-своему. Вы капаете, скажем, одни препараты вечером, другие утром. Здесь необходимо просто вас подойти к специалисту, который именно занимается глоукомой. Понимаете? То есть есть врач-офтальмолог, а есть глоутоматолог, который занимается только глоукомой. И я думаю, что истина, она должна быть открыта. Где-то там, истина, где-то там. То есть консультация. Один врач хорошо, два лучше. Поэтому, если вы сомневаетесь в рекомендациях какого-то специалиста, я рекомендую обратиться еще к одному. Но я так понимаю, там уже еще была проблема, что когда стали закапывать вечером, то с давлением... Давление могло подняться по другим причинам. То есть пациент мог понервничать, скажем, недостаточно хорошо капнуть препарат. Поэтому здесь вот однозначно говорить, идите к врачу номер два, неправильно. Здесь нужно разобраться в этом. Но то, что четко должен понимать пациент, время очень важно. И обращаться, может быть, к более узкопрофильному специалисту, как вы и сказали. 635-85-72, Александра Емельянова снимает трубку телеканала «Санкт-Петербург». Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. У меня вопрос по поводу здоровья мамы. Маму поставили терагноз, так сказать правильно, или нет, глоукомная катаракта. Катаракту мы в том году откорректировали, а вот с глоукомой сказали, что это вот уже навсегда. И все, это необратимый процесс. У нее один глаз, получается, вообще практически не видно. То есть половина глаза – темнота. И вот действительно ли это так? Вот капли нам прописали теперь капать всю жизнь, получается, и больше ничего нельзя сделать. Спасибо за вопрос. Спасибо. Евгений. Опять же, возвращаемся к предыдущему разговору. То есть катаракта привела к развитию подъема давления. Это привело к необратимым повреждениям зрительного нерва. То, что забрала глоукома, назад, к сожалению, не вернуть. Поэтому глоукома – это как диабет. С ним нужно жить, и очень важно контролировать внутриглазное давление, чтобы оно не повышалось выше допустимых значений. И здесь, конечно, помогают капли. Если капли не помогают, нужно делать операцию. Поэтому если глоукома далеко зашедшая, то, как правило, действительно поля зрения становятся уже, и человек видит плохо. Но, поверьте, бывают такие случаи, когда глоукома забирает полностью зрение. Поэтому если глаз видит немного, за это нужно бороться, и, конечно же, нужно капать капли и наблюдаться. Это очень важно. Спасибо. Вот у нас приходят и письма, и звонки. Напоминаю, наш телефон 635-8572 и адрес электронной почты польза.собака.топспб.тв. Есть еще один звонок. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Да. А как вас зовут? А вы со мной говорите? Да. С вами разговариваем исключительно. Хорошо. Я Людмила Абрамовна. Очень приятно, Людмила Абрамовна. Ваш вопрос. У меня вопрос, наверное, для меня он очень сложный. У меня в глазах происходят какие-то бесконечные образования. Вот идет мне машина навстречу, и вдруг у нее эти светофоры, они начинают увеличиваться и приобретают таких огромных размеров, и там как наросты одно на другом. Я вообще ничего не вижу. Мне дорогу перейти тоже невозможно. Я впервые с таким... Я была у врача. Сейчас вам скажу. Но это происходит окна напротив тоже. И вот это такое огромное все, в огромное все превращается, и меня заполоняет весь глаз. Что это? Это страшно. У меня начинаются головные боли. И главное, что я ничего не вижу. Людмила Абрамовна, что вам сказал специалист? Специалист мне ничего не сказал. Она сказала, капать-то у фон, мне кажется, хуже стало. И еще я пью таблетки ОПУВАЙТ. Вот все, что она сказала. А больше ничего не было. Еще один уточняющий вопрос. Так вас беспокоят блики от фар или временная потеря зрения? Нет. Скорее сказать, что это и не блики, и не потеря зрения. Вот это вот то, что образуется, это огромное что-то. И это все время прямо вот движется на меня. Это превращается, это даже красный свет, зеленый. То есть какая-то деформация зрения. Вот разрастается, и какая-то огромная, как вал какой. Если сказать, что это как звезды какие-то огромные, но они не остроконечные, они какие-то формы приобретают. Я вас понял. Людмила Абрамовна, вот давайте разбираться по порядку. У вас идет оптический феномен искажения зрения. Оптические феномены, они поддаются физическим уравнениям и связаны четко с изменением преломления в оптических средах глаза. То есть здесь следует предположить, что в момент образования, как вы говорите, наплывов, может изменяться состав слезной пленки. То есть слеза может исказать изображение. Второй момент, это связан с изменением прохождения лучей через хрусталик. То есть о чем посвящена наша сегодняшняя программа. То есть катаракта, она может изменять зрение таким образом, что повышаются его искажения. То есть искривление предметов может быть, как один вариант, это катаракта. Поэтому я вам рекомендую сходить тогда к другому специалисту в более профильный центр, чтобы вас покрутили на всех современных диагностических приборах. И тогда я уверен, что причина будет найдена. Евгений, скажите, пожалуйста, вот пришло письмо от Людмилы. Скажите, до какого возраста можно делать операцию при катаракте? Бабушке 85 лет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, отказывается оперироваться, говорит, не переживу наркоз. Ну, начнем с того, что операция делается под местной анестезией. На моей памяти пациент, который я оперировал, был 102 года. Поэтому здесь возраст — это не показатель. То есть смотрит анестезиолог, определяет состояние организма в целом. Поэтому это операции, которые можно проводить и в более поздний срок. Тут нужно понимать, что важно для пациента — это потеря зрения, она может обернуться гораздо больше серьезным осложнением. Поэтому я рекомендую поговорить с вашей мамой, образумить ее. И во всяком случае, повторюсь, операцию надо делать. — 635-85-72. До конца программы 4 минуты, но мы успеем принять, я надеюсь, может быть, даже два звонка. Доброе утро. Коротко, как вас зовут? И формулируйте, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. — Здравствуйте. — Алло. — Евгений? — Да, пожалуйста. — Мне 67 лет. Я бы хотел узнать причину или с чем это связано. У меня правый глаз, изображение двоится. — Понятно. Спасибо большое. — Монолатеральное двоение, то есть двоение в одном глазу, может иметь несколько причин. Первая причина, как я уже говорил, это изменение в прозрачности сред, то есть в 67 лет возможно развитие катаракты. Второе — это изменение со стороны мышц глаза, то есть мышцы глаза могут не, скажем так, работать синхронно, это вызывает двоение. Двоение может быть в результате заболевания сетчатки, поэтому мы можем здесь гадать, я вам рекомендую просто обследоваться, потому что каждое двоение, в принципе, это достаточно серьезный симптом, и его лучше не откладывать надолго, а выявить причину этого. — Спасибо. Ну, я так понимаю, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. — Здравствуйте. — Представьтесь, пожалуйста. — Валентина Михайловна. — Ваш вопрос, Евгения. — Вы меня слушаете? — Слушаем, ваш вопрос. — У меня такой вопрос. Мне в начале декабря, 8 декабря, сделали операцию по удалению катаракты и поставили хрусталик. Но с тех пор я стала очень, ну, поначалу очень плохо видеть, у меня искажение предметов. Вот, допустим, прямые предметы у меня зигзагообразные. И мне поставили диагноз эпиритинальный фиброз макулы с теракциозным отеком. Вот сейчас мне назначают вторую операцию в феврале. Я очень боюсь, ухудшится у меня зрение или все-таки его можно исправить. — Спасибо большое. — Да, Валентина Михайловна, ну, вот относительно заболевания вашего, действительно, эпиритинальный фиброз с теракцией, это достаточно серьезно. И здесь, конечно же, как я уже сказал, все операции делаются по показаниям. Вот в данном случае есть показания. Если вы будете откладывать с операцией, то это может быть чревато для сетчатки. Поэтому доктора, которые вас обследовали, они определили необходимость хирургического вмешательства. И, повторюсь, важно операцию делать вовремя, не запускать этот процесс. Потому что тракция, как правило, может усиливаться, и в дальнейшем ваше зрение будет ухудшаться. Поэтому здесь нужно морально понять и собраться, что без операции эту патологию не вылечить. — У нас есть последний вопрос. — Спасибо. Да, последний, буквально коротко. Можно ли приостановить развитие катаракты надолго, просто капая постоянно капли растительной препараты? — Аллопатические капли растительной препараты. — Короткий вопрос, короткий ответ. Нет. — Нельзя. — Спасибо большое. Напоминаем, сегодня у нас в гостях был офтальмохирург, кандидат медицинских наук Евгений Гурмизов. И, мне кажется, он очень подробно и очень интересно и правильно ответил на все вопросы наших зрителей. Спасибо вам большое. — Спасибо вам. Это было действительно полезно. — Спасибо за профессиональную консультацию. Ну, не зря народная мудрость говорит, что пока видят глаза, не понимают, что такое зрение. Действительно, своими глазами нужно заниматься. Не только кушать морковку, как в том анекдоте, где вы видели зайца в очках. Нет, не только. Если есть проблемы, обращайтесь к специалистам. Будьте здоровы. С вами были Николай Растворцев, Александр Емельянов. Увидимся завтра ровно в 8.00. — Всего вам доброго и будьте здоровы. — Далее новости.